всем привет вы попали на канал где семья снимает видео о своей жизни в лесу сегодня ролик поделим на две части первая часть мы поедем с другом юрой на рыбалку а вторая вернемся на хутор и позанимаемся житейскими своими делами погнали ну юра мы поймаем синя рыбы давай давай прогноз короче меня 5 5 окуней все юра кого мы с тобой сегодня посадим на кукан на прошлой рыбалке мы на живца поймали 90 процентов рыбы уверен что на этой рыбалке будет то же самое ролик юра это не нас последний ставлю ну очень маленький у нас жив чекина трофейная щука не должна таких на окушков разве что с мизинчиком пишутся у юры три коробки двухметровые трехметровые и глубоководные 5 метровые давай пока по мелководным пройдемся возле камышек а сейчас где найти такую дурную рыбу чтобы она этот пластик клевала что спишь вообще скучно рыба не будет пластик клевать там наверно уже на живца на на кружке уже на пару щук висит ага офрик он срабатывает даже юра что это за рыба такая щука о первая вроде большая щука но ее уже кто-то попусал может какой сон на нее нападал но на кружках наверно уже штуки 3 висит вот оплавали мы двухметровую глубину трехметровую но слабо нету ничего сейчас плывем поищем где 4 метра глубины и вот наденем такие воблеры глубоководные угловодных они вот такие большие лопатки толстые а а у мелководных маленькие лопатки поэтому они глубоко не заглубляются рыба есть рыба не сматывай давай наберут на берег выйдем мы перекушим его давай привет ну шо наловили рыбы да 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 то продайте нам сейчас три скульски у таких пол на пол ладошки короче у всех слабо да у нас одна щука ну да перекусите с нами будем кушать давайте покушаем яйки огурки помидоры йор что ты так долго давай быстрее выплывай кушать будем странный какой-то можешь так будет до астрахани несколько дней ехать лучше купил билеты на авиаселс йор давай быстрее кушай я только вчера смотрел билеты на астрахани на самолете будет выгоднее чем ты будешь мотор свой заправлять но мы хотим сырой полюбому сегодня 10 поймать мы должны здесь у нас там кружки стоят уже часа два три там и ничего а мы еще не проверяли вы поставили пока до вас доехали до 4 километра но со 100 края где-то на час по прямой поплывем все подкрепились поехали к кружкам вот на кружки мы сто процентов наловим какая-то глубина юра ого то должно что-то крупное быть не на 5 метровой глубине или мелочь за жабры давай глубоководными попробуем губинат 4 5 метров о это маленькая штраф могу дать на щуке была присосана пиявка на щука сейчас мало активная а поехали кружкам вот на кружке мы сто процентов наловим всеми тремя крючками зацепилась Так, о, в кустах Наш кружочек в кустах Что-то должно быть О, что-то вот здесь вот Да, вокруг камыша завязалась Ух ты Я ее не вижу, например, я только карася вижу А вот она, да, во-во-во, ходит, ходит, ходит Есть Дай ее, подсачка, возьму Странно, что днем меньше волны, чем утром Поехали, Юра, домой уже Сейчас еще этот попробую и заброшу Фиолетовый Фиолетовый воблер поставил? Кто-то закинул Тоже смотри, какая вся покусанная О, здесь и экземпляры, Юра, есть Хотела перекусить ее пополам Получается, мы сегодня на кружок только Одну рыбу поймали Все на воблеры Все странно В прошлый раз наоборот было Кто-то ее пытался пополам перекусить Есть тут крупная щука, но не берет она Походу этот фиолетовый начал работать Опять? Дай мне какого-то синего Дай мне синего воблера Нашел, подобрал ключ А синий считается осенней расцветкой Мы его и не надевали Мы думали, в осенью надо их ловить Собираем спины Кружки проверяем И едем домой Ну да, уже жарко, уже клевать не будет Все на месте Причем так с виду смотришь И не видно даже, что где-то что-то попалось Вот и скажи, в прошлый раз Окуней много наловили на кружки Ищу А в этот раз Все щуки на троллинг И ни одного окуни нет Все караси живые Все в ряд стоят И сработальных нет Обидненько сегодня с живцами Конечно, обидненько Я был на них так уверен Единственный перевернутый Со всех Все остальные красненькие О, есть что-то, ходит О, щучка Дай пацачка Она сверху стоит Сейчас мы ее пацачком поймаем Оп, 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 оп Все, готово Вот перевернутый кружок А карасик аж вот там Значит Где-то вот здесь вот Щучка Тоже О, дергает О, щучка стоит Дай попробую рукой взять Все, последний Поплыли на берег рыбу Считать Но На живца в этом В этот раз На этой рыбалке Воймали только Три штуки Окуня Ни одного В прошлый раз Весь карась Был порезанный Окунем Но это вот Тоже щука Нападала Вот на него Это щука Пчелка съест Но не взяла Победила Юра Дружба Ты говорил Сколько штук Двенадцать А я говорил Десять Одиннадцать Да Одиннадцать Ни одного окуня Ни одного судака Вот Одиннадцать щучек Я возьму Чисто две Пожарить А ты уже Сей бери Там может Скажи На Щука Не доела Ты доешь Джин Сей бери Вы что Кушать все хотите На 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 Самые голодные Павлины Самые голодные На Иди сюда На На Сюда Иди Вот На Хол Хвостом Сер Напугал Что там Мне кажется Или На Городе У него Клещи Да Он В лесу Сидел Где-то И у него Клещи На На Шее Да Я даже Не думал Что У птицы Бывают Клещи А как Их Снять Зима Придет Сами Выхода Нет Мы же Его Не Смирим Никак Где-то В лесу Угонял Часто Будет Уже Ходить Возле Дома А то Не Будет Клещи У нас Возле Дома На Похожной Траве Уже Нигде Нету Их Нету Заливали Фундамент Не было Времени Свинок Сегодня Таким Сухим Покормим Бетон Прям За ночь Хватился Можно Ходить Уже Свинюшки Пошли Бочка Ой У меня Пуста Идем Пищалка Бочка Бинка Пошли Пошли Поп Пуста Субтитры создавал DimaTorzok Димка, видишь, белая индюшка бежит Из-за того, что у нее здесь гнездо Она беспокоится, бежит, возмущается, что мы сюда идем В эту сторону Да, и бежит за нами О, слушай, мы с тобой не ходили уже две недели Неделю затемняет Мне пришли посмотреть, что там Я не помню, когда ходил Но неделю там не было Пока не поедят свиньи, вы будете голодные Потерпите Надо как-то на ночь этих цыплят перенести уже в сарай Боих нет, 25 штучек Но в прошлом году мы не переносили в сарай Помните, а просто здесь лесенку поставили Выпустили, они начали гулять и здесь жить Тут какие-то встали лесные куры Они к нам не подходили Метров на 3-5 максимум подпускали к себе Постоянно убегали Потом у них курица пропала Мы подумали, что она села на яйца Но она после этого То ли нас с них в кино туда ушла Короче, здесь был беспредел Поэтому В этом году только так И ведем их в основное стадо Как-нибудь вечерком будет время Пускай со всеми гуляют И к человеку Индюшка, ты прости Но индюк твой Плохо себя вел Дик его затоптал Поэтому топтать у тебя некому Хотя молодые индюки Я уже вижу на них что-то шевелятся Ходят, но Не знаю, или они заигрывают Поэтому она приходит ко мне Как к самому главному Но я что-то вообще не по индюшкам Иди к индюкам Я занят Иди Иди А ты видишь, кого нету? Злата уже в миске подчищает Да А это еще похлеще белки Пока все миски не почистят Пока все не обойдет Не идет к пасту Злата Ничего нету Пошли маршка Пошли маршка Все, наконец-то Когда-нибудь Вот тут будет стоять сарай И мы не будем Вот так вот С препятствиями Сначала загонять свиней А просто Они будут выходить И сразу же На своей территории гулять Все, можно Кормить Кормить индюков Кур отдельно Уже, кстати, мы белку не доим Электропастух спасает Да, они уже Два козла Они вот такие вот Ростом Большие Они уже все выпивают Они уже Не дают ей проходить Он уже, смотрите Уже гладь и заигрывает Ему полтора месяца Он уже, смотрите Скачет на козочку И на вечер Какие-то Акселераторы Какие-то Ухажеры, смотри Смотри Маааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Теперь, когда свинок и овец загнали, то можно хоть птицу покормить с довольной. Насыпаем везде, чтобы павлины подходили, тоже кушали, не боялись, везде по чуть-чуть. Павлины уже привыкли к месту, что здесь их кормят. Теперь мы, наоборот, на ночь не оставляем, а уже даем с рук, чтобы они уже знали, что именно и мы их кормим. На, кушай. Кушай эти хвостатые. Продолжение следует. надо как топорник перенести уже отсюда получается за близко к гаражу хотя бы вот сюда поставить его здесь будем уже водить кушать подальше царай подальше от гаража будущего надо сейчас наварить еды она за ним ухаживает на этих клещей что-то клюет он согласен вот 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 важно медленно засыхать, если резко это не есть хорошо. Жара это минус больше, чем плюс. Рецепт готов. Может, если бы мы не ставили воду, то утята бы походили бы на сажилку, но мы еще потерпим. При гидроуровне уже вода не нужна, нужно слить. Ну, было у нас, конечно, три дня марафона, ничего не успевали сделать по хозяйству. Пошли индюшины и яйца, мы же так и не собрали, пошли соберем, потому что они сейчас сядут, а у них там все яйца не заигранные. Получается, и ни утят не будет, ни индюшат не будет, ни яиц не будет. Идем? Идем. По лесам. Я же не знаю, даже где черная индюшка у нас несется, ты же знаешь. Да. Пошли, покажешь. Белая индюшка у нас неслась там, но что-то она в последнее время там не сидит. Наверное, ежик все яйца съел. Пошли заглянем. Тут, блин, мы сидели, тут ежик шуршал, а я еще, яйца уже сюда уже были лежать. И Найда сюда бегала. Да, нет ни одного яйца. Поэтому, может, она уже и не несется. Но перья, я вам скажу, она, походу, с кем-то дралась. Потому что, вот смотри, яиц нету, а перьев посмотрите сколько. Кто не на нее здесь нападал? Ага. Может, она с этим ежиком объедралась. Ой, там кто-то перьев. И там. Ты знаешь, я вспомнила, когда шел дождь сильный, да, она вышла возле пчеловода будки, и я подошла к ней, она вся вымазанная-вымазанная была. И я думаю, может, из-за дождя так вымазалась в песке. А это, видно, может, она с кем-то билась здесь. И она такая поникшая была, знаешь, как будто ее побили. Я вот этого вот всего и боюсь уже. И павлиниха будет тоже, она по-любому будет в лесу унестись. Потом, получается, что или хорек съест, или их яйца кто-то все равно съест. Вот это, конечно, минус. Пошли по своему, может, хоть у черной яйца там есть. О, она сидит везде. Да, я ее выгоню. Выгнать? Да. Слышишь, ты что хочешь, чтобы я ежик у тебя яйца забрал? Так они все теплые. Оно уже на них, наверное, их уже насиживает. Три-пять. Даже не смотри мне. Эй, я сейчас подерусь. Они не заигранные у тебя. Для бесполезно. И даже если мы купим, например, какие-то заигранные... А, больно. Все, сиди так, если раз ты хочешь сиди. Давай пройдем, просветим. Если они здесь заигранные, то дадим шанс, пускай сидит. А если они заигранные, то забираем. Пускай идут домой. Вдруг еще они заигранные будут от нашего того белого индюка. Сейчас темный сарай. Нету ничего. Нету никакого зародыша. Пустые все. Все пустые. Все. Ну вот давай одно сейчас разобьем животным. Если оно нормальное, то можно домой занести и кушать их. Нету никакого зародыша. Съедобное яйцо. Рыбаки приехали. Рыбаки. Ну и что вы поймали такую же? Здрасте. Здрасте. Показывайте. Устали? Ну конечно, жарко. Покажи. Ну пчелка с женой будет точно довольна, вываливаю ее на землю. Нормально. Ну что? Уклейка. Клев был хороший получается. Ну короткий. А потом как высохло солнце перестало клевать, да? Да. Здесь сейчас уже все. О. Еще нормально. Нормально. Молодцы. Сейчас засолим. Уже та высохла, а то уже можно кушать. Ну как? Вкусно. Самая вкусная из всех рыб это вот эта уклейка. Да. Даже если вот размер подлещика тот же, то все равно уклейка вкуснее. О, ракушку привезли. Ракушка еще живая, я ее сажу в ковкину, пойду. Внутри еще что-то шевелится. Плыви. Вот уклейку обожаю. Вот эта уклейка намного вкуснее, чем вот такой подлещик или вот такая вот красноперка. она жирнее. Самое главное вкусно засолить. У нас соленая вкусная. А мы не пересаливаем. Просто вот ты всегда говоришь двое суток в соли и потом два часа вымачивать. Мы если двое суток в соли, то потом вымачиваем всю ночь, причем три раза воду поменяем. Давай пчелки самую, самую маленькую. Пчелка выбирай. На вот пчелка вот эта вот невкусная будет. На. Пчелка. А, Дик же тоже любит рыбу. Давай окуня Дику. Дик, тебе хищника. Мы, кстати, посылку до сих пор не распаковали. Сейчас вместе с вами распакуем там какие-то сладости. Будете кушать сладости, а мы поедем. Да, сейчас пойдем распакуем. Распакуем и поедем с чистой совестью отдыхать. Через неделю опять будет у нас соленая рыбка вкусная. Распакуемся, порадуемся. Прислала эту посылку Татьяна с Санкт-Петербурга. Помните, когда она прислала летний душ? Что там было с этим летним душем? Всем зрителям так понравилось, что они еще месяц писали, где такой душ купить. Ну и мы летом очень даже хорошо пользуемся. И когда нам даже бригада строителей приезжала крышу делать, мы так вот пятером становимся в очередь. Такие все, все помылись. Сначала покупались, потом помылись. Вообще оклаждаться было супер, конечно. И он у меня стоит, уже ждет опять хорошую погоду. Так, а теперь она выслала. Говорит, что она занесла на почту, там эта коробка развалилась. И ей там запаковали в какой-то мешок. Тут какие-то сувениры, сладости. С душем она нас удивила, я думаю, сейчас тоже удивили. Я, если честно так, у нас тоже по супермаркетах ходил таких строительных. Я ни разу такого душа не видел до сих пор. Где она его и взяла? Так, так, так. О, ребята, вы тут остаетесь вдвоем. Вы же лопнете. Два Ивана. Не лопнем. Лопните. Тут столько конфет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого. Ого. Это шоколадная фабрика. О, поэтому и развалилась. Посмотрите. Это сколько шоколадок. Ой-ой-ой. Вот. О. Ну, молодец. Наши любимые черные с Валей. Бабаевский. Бабаевский. Академия шоколада 70%. Это Ваня будет. Аленушка. А Ваня любит Аленку. Да. Так. Всем будет. Это так. Мишки в лесу даже такого не видел никогда. Ну, где это? Ну, это все российские. Русские. Так. Это шоколад такой. Мишка. О. Так. Поехали дальше. На холодильник, смотри, такая шучка есть. Санкт-Петербург. Разводной мост. Это все нам выслали к дню рождения. Это все нам выслали к дню рождения. Просто долго по ходу шло. Потому что открытки тут есть. Вот одна. Вторая. Пусть каждый день с улыбки начинается. Так. Привет, любимые чернички. Привет, Димочка Валентина Ванюша. С днем рождения. Мой подарок вам понравится. Готовить. Так. Что-то готовить. Смузи, коктейли, полезные для вашего образа жизни. Ну, и как без сладостей? С уважением. Татьяна. Фамилия. Не читаю. Ваня делает чай. Конфеты. Санкт-Петербург. Великий. У-у-у. Хе-хе-хе. 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 Вот еще особый труфель Крупской. Вот еще. Ваня аж привстает. Чу-чу-чу. Санкт-Петербург. 1703 год. Так. Купола. Вот еще. Такой магнитный холодильник. Это что? Коллекция чая, я так понял. Вот такая вот. Разные чаи фруктовые. Угу. О, тут много видов их. И тут, конечно же, еще и наложили импортных шоколадок. Просто с всякими разными вкусами. Вот. Талончик к зубному. Сразу после шоколадок все правильно. А нет. Опять магничек. Магнитик Санкт-Петербург. Сделанный в России. Мы не были никогда в Санкт-Петербурге, но я думаю, мы упадем в своей жизни. Как ты, Ваня, тебя думаешь? Думаю, да. Там только что климат, Санкт-Петербург. Ну, надо как-то попасть в хорошую поводу. Что там? Выпадает что-то оттуда. Что это вообще такое? А, это печка в лавочках. О, Назар написано. То есть, это делится опять Санкт-Петербург. Назару повезло. Оп, Сахару повезло. Какие-то матрешки современные. Музыкальные. 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 а второй вот что-то вот опять чаи такие вкусные даже черничка есть наши яркие нарисовали и вот это я так понял самый главный подарок а вот это вот все остальное положили чтобы в коробке не болтаться это я так понял что да делать смузи это блендер у нас есть какой-то блендер но маленькие это да там у нас очень маленький большой смотри тут и какая-то кофе целый комбайн кофемолка да тут так вот за три минуты не разобраться что тут только нету какие-то крышечки а это стаканчики коктейльчики делай на то есть сразу в очередь становятся гости и делают коктейли не знаю что это как я хочу как я обожаю коктейли молочные с молоком из это еще вот сюда вот так это два получается что разберемся спасибо большое спасибо большую шутку шепчетесь что уже делите там лючок пошли цветы под посадим потому что если мы уедем они завянут здесь на веранде у нас пошли быстренько наполню сгоняем на погребе с маргаритками все в порядке растут цветут хотя дождей нету и никто их не поливал это походу цветы такие же как у нас животные не едят у нас на погребе будет разнотравье все посадила спасибо опять помогли а видишься дни до что написала что живучка ползучая так у тебя вот вот прошлый раз тоже здесь цветы по по всходили это получается какие-то горошек какой-то плетущийся короче что-то здесь будет на то бог ребята будет плавно что дожди были ну что по чапали потихонечку друзья у нас случилась такая вот маленькая неприятность наша белая индюшка которая неслась на яйцах папа ее нашел мертвую возле пруда он ее общипал разделал все правильно сам кушать такую не будешь но свинкам собакам сваришь полностью вся спина обдертая видите кто-то ее по спине погрыз вот такие вот удары разрезы папа позвонил нам нас не было добавить все индюшку дик задрал все и мы как бы поверили двумя ну ладно вот нас дома нету когда-то барану оторвал индюка закрылся все мы тоже были уверены в том что все дик загрыз еще индюшку же злые были а приехали домой размыслили пообсуждали это с валентиной и все и сделали вывод и и даже уверены на нем сто процентов что это не дик дик никого не трогает вот не павлинов и индюков индюки вот вольно гуляют целый день он даже утят маленьких это не трогает которые его клюют а индюшка была загрызена вот именно ночью и именно вот там вот далеко возле сажилки тут вот перья вот здесь возле пруда папа ее нашел мертвую бежала на к пруду из леса ночью вот через весь электропастух и в электропастуху видите сколько перьев это первое доказательство почему не собаки потому что собаки то этого электропастуха боятся так что они к нему не подходили уже года два я года два не видел собак в электропастухе они не могли ночью ее драть здесь в электропастухе это раз причина почему не дик о и доказательство вот смотрите а это где черная индюшка сидела тут все в ее перьях тоже тоже на нее здесь кто-то напал выдирал просто клочками это черная индюшка полностью тоже так же самое избита но она живая это белая индюшка живая тоже так же избита и получается и они вдвоем они с собаками гуляют вот в метре ходишь и она не боится собаку а раз она не боится собаку значит собака на нее не нападал и получается у нас вот столько индюков все живы здоровы а вот именно те те три которые сидели в разных местах на яйца все три покалечены получается это никакие не наши собаки леса бы утянула это какой-то небольшой хищный зверек то есть и не ежик как я говорю это полу получается какая-нибудь ласка куница хорек я тем более месяц назад может не месяц да где-то может недели две-три назад в том месте видел как он по деревьям лая прыгает по верхушкам прыгает этот хорек как как белка вот такие дела получается весной ранней они у нас сидели тоже в лесу все нормально все яйца вынесли мы их забрали в сарай и в сарай они высидели цыплят почему сейчас такого не произошло потому что трава поднялась листья поднялись растительность и наши собаки так не видят и хищника и хищники не боится подходить теперь близко вот и все теперь за павлинов страшно надо будет лесоловкой ловить этого хищника будут поставить наверно в лесу но я думаю это хорек ласка или куница но это ж не дик правда не дик ну как почему дик все друзья всем до свидания пока